Музыка Невочерпная экраница творчого натхнёння бреставчанки Катярыны Шабуни Маленький сынуля Глеб Его сонечный образ, а малюкожный малюнку После рождения сына ожидание творить, что давно таилася у души, так и просилася на волю Тогда руки неяк сами посягнулись за пензлями, акварелями, полотном, покинутыми у шафе еще с часов навучания у мастацкой школе И любимый заняток детства – малювание, отримал другой подых Самые частые герои – это малюнка у детей Суседские, сябровские, да и просто незнайомые И все, как один, солнечные и непосредные Ширые детские эмоции и натхняют Катярину на новые и новые сюжеты Одночим, на просторах интернета девчонка увидела фото выработки из полимерной глины И загорелась новой идеей Когда может кто-то, почему не отримается у нее? Попробовала, понравилась, так и пошло-поехала Дизайнерские кубки Катерины Шапуни ураживают, издевляясь своей неповторностью и оригинальностью Катерина, может быть, вы сможете поделиться секретами своего творческого процесса с нашими глядачами? Я думаю, что будет интересно Вот эта кружечка, допустим, сделана по фото То есть портрет человека И делается похоже То есть нету здесь конкретно портретного сходства Но человек смотрит на эту кружку и понимает, что это он У коллекции молодого декоратора Кожный найдет кубок своей мары Катерина догадзить уладальникам навод самого вытончанного густу Бо фантазии ее не ведая межау Кубки с героями мультфильмов и фильмов Именные, жартовные, тематичные, девочие В очи просто разбегаются Как бы портретную кружку, как бы интерес нового человека полепить Вот, если это шуточное, то что-то такое интересное придумать Если что-то в интернете нашла похожее, что можно добавить, убавить Если это девочки, там фантазия, фантазия, фантазия Она может в любом платье, в розовом, синем, белом, голубом, горошке, в цветочке Там волосы рыжие, белые, без разницы Расскажите, что мы сегодня будем робить и что для этого нам потребно? Мы попробуем сделать что-нибудь вот такое вот Девчинку Девчинку Нам понадобится полимерная глина, я ее храню в таких пакетиках по цвету Перед початком працы протираем долонь и бельготными сурветками камня сапсовать материал Невеликий ковалочек глины разминаем, пока не станет мягким Для головы формуем шарик, после шею и тулово, ножки Одной полимерной глиной майстер не обмяжевывается, задавая ленем до доеда ее новые материалы Я в полимерной глине использую несколько материалов, ну сюда можно стразы прилепить, можно цепочку Вот здесь вот на этом примере хорошо видно, что здесь есть краска акриловая, пастелька, то есть я не боюсь комбинировать материалы Катерина экспериментуя и за тенними колерам Для того, чтобы, допустим, как здесь, сделать переход цвета Я, допустим, добавляю или краски, или пастель, и оно получается интереснее, я бы так сказала, на мой взгляд Пришла пора пронять глиняную девчинку Быть сам дизайнер Катерина скрупулезно подбираю узоры и декоративные элементы для ее вопротки А допомагаються гэтым самые разностайные трафареты Оп, печатался рисунок Ворошая, что сделает сукенку больше гармоничной? Фальбоны? Або руши? Складки? Або хвали на приполе? На сырой материал, не запеченный, я что-то могу прилепить Можно кожу скомбинировать с этим, добавить, допустим, шапочку какую-нибудь Можно ткань, допустим, фатин, снизу юбочку делать такую более пушистую Сделать фатин, а потом сверху полимерную глину, допустим Можно стразики прилепить, можно перья, на что фантазии хватит Сейчас у вас уже завершающие штрихи Да, вот сейчас я волосики я доделаю Прорисуем аккуратненько И кружку можно отправлять в духовку Пакульку, пока паливается, Катерина хвалится своей аутарской коллекцией жаночу гупрыгожаня Кожный день она здивляет свет новым вобразом Тем более для этого есть все подставы Одни выработки прибавляют вытонченностью и элегантностью Другие смелостью и яркостью Третий дополняет самый эпатажный гардероб Четвертый – самый раз для светских мероприемств Рассказываю, что сама сделала Да, сама сделала, ну да Ну вот такая увага вам приемна? Конечно Лесная, так сказала Если так происходит, то это лесная У насыщенным графику молодой мамы Знайсти вольную хвилинку вельми складана Але коли есть жаданья Снойдется кольки часу и на любимую справу Муж с ребенком иногда посидит Или, допустим, ляжет Глебушка пораньше спать Мама часика два уделит любимому занятию Коли глина в руках декоратора Примает дивные формы То слова у души Сами собой выстроиваются рифмованными родками Катерина, я ведаю, что сирот разностайности Ваших захоплений у яща есть и верши Прочитайте, коли не тяж, конечно, нам и нашим глядачам Мы не умеем любить Мы не умеем прощать Наш долг Все забывать Забывать, как цветы цветут Как девы косы длинные плетут Как в пруду плескается малек И догорает чувственный уголек Не видим, не замечаем мы этой красоты На простое смотрим с высоты Мы забываем мелочи, детали С упорством жмем на жгучие педали Мы не умеем любить Ропотно и нежно Наспех костюм одеваем небрежно И бежим, бежим, бежим Куда-то бежим Повторяя каждодневный режим А бабочки все-таки порхают Струи ветра тела обнимают И облака такие невесомые Плывут навстречу друг другу знакомые Среди бегущих равнодушных спин Среди будничной суеты И запах машин Дзилна, дякую вам великий Я лечу, что вырос талиновитый человек талиновитый во всем И это саправды про вас И вы яскравы тому доказ Тому я ожидаю вам далейших поспехов И, конечно, натхнення Спасибо большое От классики до сучасных композиций Симфоничный оркестр Брестского академичного театра драмы Начале с маэстро Александром Сосновским Открыл 27-й концертный сезон Кожная программа нового Это премьера Не полторная, не подобная на иншее Организаторы обещают Все летний сезон будет не меньше ярким И насыщенным за попереднее Музыкальный этот сезон, 27-й Будет довольно-таки насыщен, разноплановым Здесь будут и джазовые концерты Посвященные и концерты Посвященные оперному искусству И концерты, посвященные Популярной музыки В исполнении симфонического оркестра В обработке Всегда очень приятно Слушать, скажем так, известные произведения Но в исполнении симфонического оркестра Поэтому я уверен, что для всех ценителей музыки Каждый из ценителей музыки Найдет что-то свое В этом концертном сезоне Всех приглашаем Всех всегда рады видеть в нашем театре Первый концерт в осеньском сезоне Распочался с холодной норвежской музыки Эдварда Грыга И это не выпадково Музычная громадственность Усего света Означает 175 годов С дня народжения великого композитора Все лето на сцене академического театра В першиню прогочал его цикл Симфоничные танцы С первых аккордов Отгадывается и грандиозное сочинение Любимое усими Концерт для фортепиано с оркестра Один из самых знакомитых творог Эдварда Грыга Одрознивается яркой национальной Своей особливостью музыки И виртуозной партией фортепиано Публика у нас практически на нашей концерте Ходит постоянная уже Нас любят и мы благодарны И каждая наша программа Это премьера Потому что мы не повторяем Практически ничего За величайшим исключением И в этом году Будет очень много Талантливых исполнителей Высочайшего класса Солистом концерта Стал лауреат международных конкурсов 15-ти годовый пианист Кирилл Отрощенко Любимой справой занимается уже 6 годов Солирует не первый раз Талант и любовь до музыки Кириллу передався от мамы Наставницы музыкальной школы Особливо вдячный он и своему педагогу Ирине Семеняка А данность своей справе И, конечно, працавитость Тое, что допомагает выйти на высокий узровень Юному пианисту Это любовь к делу Которым я занимаюсь Наверное, это какая-то особая Трудоспособность Которая в этом деле нужна очень сильно Я занимаюсь очень по много часов И достигаю каких-то поставленных результатов Не всегда у меня что-то получается Но я все равно иду к своей мечте К мечте стать музыкантом Усе таймницы 27-го концертного сезона Организаторы не раскрывают Але запелнивают Напереде прихильников живой музыки Чекают незабылные уражения Как створить пригожую и потребную речь Зусим не обовязково набывать Каштовные материалы Наши прадки выкористовывали Амаль усе, что было под руками Лазу, лупча, рот, беросту Не обыходили боком И так званное белорусское золото Соломку Не застались и без уваги И мастацкие якости соломки На Беларуси плетением соломки Займалися сдавна За плечами этого солнечного мастацтва Не одна тысяча годов И оно и сегодня не губляет Своей популярности А знаходит новых и молодых прихильников Зразумело В этом мастацтве творчество не начнется Пока у нема потребного материала Тому на рыхту укажет А пшаницы, ауса, ячменю А працока и стебла Важная складающая любого соломенного выраба Мы выразаем вот такие межвузли Из которых состоит гэта стебло Знимаем листья И одначасово сортируем материал Потому что для некоторых плетенок Нам потребны трубочки А для некоторых вот такое тонкое верхнее колено Процесс марудный Але без его не обоистися Кабы на врачальном годе Дарма не марнаваць на его час Звычайна нарыхтовуюць соломку летом Головное правило Выкарыстовываць яе биражлива Понаваць самые маленькие И короткие соломинки Могуць потребица При излучэнне невеликих деталяв Загодное ведвання гуртка Чаровная соломка Юные мастыры поспели навучиться Не только виртуозно опрацовывать стеблы Ле и набыць каштовные веды и уменни Своими творчими работами Кожный зудильников гуртка С Юлией родных и близких Я очень люблю делать все руками И маме нравятся тоже работы, которые я делаю Я подарил лапти Они были очень удивлены Они знали, что я могу что-нибудь сделать Но они даже не думали, что я такое могу сделать Думают, что я купил где-нибудь на рынке это Ну а потом я говорю, что это я сам сделал на кружке соломки Много разных плетенок Частей, которые можно сделать из соломки разглаженной Просто гладить соломку Разные композиции Есть, которые просто плетутся специальными плетенками А есть, которые наклеиваются на работу А потом получается красивая композиция Последняя работа моя, это был венок Я его делала три дня Еще мне хочется сделать большой венок Потому что я делала маленький Розный у юных майстров погляд на соломку Неполторный у кожного густ и талент Но есть то, что объединяет их А гульная гордость учня Суместная композиция Якая заховывает тепло рук кожного яестворальника Эту композицию мы делали вместе с учительницей На республиканский конкурс Калядная зорка Она называется Ангелы Рождества Тут ангелы пришли на землю И хотят рассказать людям То, что Иисус родился Арка символизирует пещеру А если это, как бы, кроватку Иисуса Кераунигу гуртка Ирина Коваль После закончения педагогичного колледжа У Столинским центра детячей творчести Узяла гурток по аппликации соломки После переезда у Жабинку Працевала у школы психолога Олешу подобанных заняток не покинула Зразумела, что на одной аппликации Спыняться нельга Узялася за выучение книг по соломоплетению Ирина впевнена, что все мягчимости и тонкости соломки Как материалу Спостянуть просто нереально Кажет, что стоит научиться хотя бы одному виду плетения Ожидания володы с новыми и новыми техниками Долго чекать не придется Действенность психолога, она дала мне шмат вопыта Скажем так, напрямую працовать с детьми И тому на данный момент я сполучаю Вось, какие свои психологичные веды И практичные, то есть заняток соломы Это таки самый релакс для детей После тяжкого дня, проведенного в школе После нагрузки такой эмоциональной, интеллектуальной Ирина Николю не примушаясь займаться соломкой Кали раптаму в учня нема настрою Да я махчимость просто отпачить Обмерковать сябрами, набалелые пытанье Выпить травяной горбаты А лишь выпадки такие редкость Школьники по-дорослому разважаюсь про корызь гуртка Таму и наведывают сяго с великим задовольнением Мы развиваем моторику рук, зрения Я стала быстрее учить уроки Учительница удивляется, родители Я стала общаться с друзьями больше Я начала верить в себя И у меня стали выше оценки И мне соломка так помогла Лучше нечем выделяется на фоне своих сверстников Кали он даже в классе не совсем таки популярный То тут он махчимость себе проявить Я даю махчимость принять удел усим детям В любой выставе, в любом фестивале, в любой конкурсе И таким чином таксама меть поспех Кали не в учебе, то вось в такой деятельности Это дает такую детям мотивацию И они приходят до меня И меня это вильме радует У шмарлики бандровки с выставами Ирына завсёду отправляется с лялькой-талисманом Разом яны поспели побачить свет А кольки раз хотели их разлучить Купить ляльку И кольки б не пропоновывали грошей Для Ирыны яна застаётся бесценной Як у рештей коллекция куферка у оздобленных соломкой Каштоны самых перших шкатулок, вырабленных на сувенирных фабриках У тым, что узоры на их были пероняты с рушников, постелок и инших тканых вырабав Внутри каждого куферка не пустота, как может податься на первый взгляд Целые истории заховываются у них Когда мы ладили выставку, то я тех людей, которые принослили детей до нас куферки Завсёды запытывала историю Что для вас значит этот куферок, где он у вас стоял, что вы там заховывали, какие вещи туда клали На полиции и сувениры от забровки с далекого исхода, и подоранные батькам на гадавину шлюбу Еще один гонор Ирыны Коваль, коллекция вопротки у стиле фольк-модерн «Золото солнце» Якая была переможцем и призёром разностайных конкурсов фестиваля Самый первый костюм был створен на основе аутентичной сорочки Жабенковского региона Стиль фольк-модерн не мог чима не заважить, або не познать Его отметная особенность – простота Фольк-модерн – это стиль, в котором получается нечто аутентичное Нечто взятое с нашего национального костюма То есть он перепрацованный, увасобленный до сучасной моды Перевага надается натуральным материалам и природным складникам, например, ину А трымалась у Ирыны показать и незвычайные шляхи применения соломки Колесцы вышивали соломой костюмы Это было в Гельме поширено у Швейцарии, у них есть такая даже технология И тому я выкарастовала такие простые символы, как соника, кветка, звоночек У Марах створение еще одной коллекции Праца над ее у одиночку – это не один день и навыть не месяц А лишь есть у Ирыны ты, на чую поддержку и допомогу она может спадзеваться Засталося трошки подвучить в учнях И тогда не у забаве коллекция новая, пополняющая рахих суместных творчих поспехов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»